Друзья, привет-привет! Сегодня я хочу порассуждать на тему стокфляции. Вы знаете, походу она уже близко, потому что сегодня была опубликована статистика по Соединенным Штатам, в частности, рост ВВП и рост у нас, ну как бы, отрицательный, в частности, минус 1,4%, а ждали плюс 1,1%. Это результат за первый квартал 2022 года, мы видим это с вами, и я понимаю, что по одному кварталу ничего не скажешь, но тем не менее это минус, а не плюс. И в связи с этим, конечно, интересно смотреть и ждать заседание ФРС 3-4 мая, потому что, когда ты видишь, что у тебя экономика впадает в стагнацию, и ты при этом видишь, что у тебя инфляция, давайте я вам открою, ну как бы бьет все рекорды, посмотрим за максимум, и мы видим, что да, такой высокой, как сейчас, обратите внимание, она не была, вот, собственно, с 80-х годов, где она достигала 15%, то есть вот все это время, вот где-то примерно с этого года, с начала 80-х, инфляция не превышала, ну там, 4-5%, и то, по большей части, это было какие-то ничтожные 2-3%, если мы смотрим на вот такую вот среднюю историю. И вот, у нас ФРС между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, крайне высокая инфляция, с другой стороны, увы, падение ВВП. Что же будет выбирать ФРС? С одной стороны, можно посчитать, что, ну, это все временно, падение ВВП, и, в общем-то, если мы посмотрим на безработицу, то ужасный всплеск 2020 года, он уже позади, и сейчас у нас безработица вошла в исторические минимумы. Все нормально, безработица в Соединенных Штатах, если мы посмотрим внимательно, сейчас 3,6%, ну вот, обратите внимание, все как раз абсолютно нормально, даже ниже, чем ожидалось, 3,7%. Поэтому, собственно, что делать, что будет делать ФРС? Решение-то по ставке надо принимать уже 3-4%, и тут, с одной стороны, высокая инфляция, с другой стороны, падение. При более-менее стабильной, соответственно, безработице. Есть опасения, что ФРС будет все-таки поспокойнее, ставка повысится, но не на 0,75, а 0,05 максимум, и количественное ужесточение может быть объявлено не в мае, а может быть позже, или оно будет объявлено в меньших объемах, чем ожидали аналитики, 95 миллиардов в месяц. И в связи с этим мои рекомендации. Вы знаете, я бы сейчас фиксировала весь плюс, который у вас есть по вообще Америке и по золоту, и встречала 3-4 мая тотально в долларовом кэше. Кэш это не в смысле надо кэш снять со счета и куда-то положить, я имею в виду просто доллар на счете. Потому что сложно сказать все-таки, какой приоритет расставит ФРС. Поддержание роста, который сейчас стал отрицательным, или все-таки борьба с инфляцией. Если вы будете делать ставку на то, что будет резкое падение NASDAQ, S&P и так далее, а при этом ФРС будет достаточно мягкой с точки зрения риторики политикой нас радовать, то падение может и не случиться, и вас, что называется, порвет. Вот. Если вы будете ставить на то, что ФРС скажет, да нормально, все сейчас, все равно надо спасать экономику, вообще там ставку на 0.25 поднимем и все. Золото может залететь. А если наоборот ставка пойдет 0.75 и объявит количество ужесточения, то золото пойдет вниз. Если вы будете в золоте встречать, то тоже риски. Поэтому я рекомендую принимать решение по итогам заседания ФРС. Вы успеете. Если будет очень мягкая риторика, всегда можно взять и прокатиться на золоте. Если будет крайне жесткая риторика, вы успеете купить те самые ETF инверсные, про которые я говорила. На падение торжерей, на падение NASDAQ и на падение S&P. Но сейчас пытаться гадать на кофейной гуще, чему отдаст приоритет ФРС с учетом вот этих двух вводных, высокая инфляция и падение ВВП, довольно опасно. Поэтому я рекомендую принимать решение, собственно, 4 мая. Безусловно, безусловно, я спешу для вас ролик с тем, что мы имеем по итогу и какие решения для себя приняла я. Если вам интересно, напишите мне в комментариях. А завтра, 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 завтра мы ждем выступление нашего Центрального банка. Какую ставку я жду? Вы знаете, я думаю, 14 или 15. Хотелось бы, конечно, 11, но я думаю, 14 или 15. Вот где-то так, посмотрим, угадаю я ли нет. И завтра для вас я запишу ролик. Тем более, что я допущена на пресс-конференцию Центробанка. Я буду присутствовать удаленно, у меня нет времени туда ехать, там сидеть и потом уезжать. Работы много, но я буду присутствовать удаленно и даже задам вопрос председателю Центрального банка. Так что в 15.00 на сайте ЦБ или на YouTube ЦБ следите за прямой трансляцией. Там, скорее всего, на моменте вопросов будет ваш покорный слуга, друзья. Вот так вот. Так что увидимся завтра.